Всем привет! В эфире канал ОТС Мировые Новости. С вами Дмитрий Белькевич. И сегодня я и мои коллеги расскажем вам актуальную информацию о событиях, произошедших в разных странах мира. Вот что мы подготовили для вас сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Праздник, седьмой день рождения, отмечает панда Катюша. Что приготовили для постоялец и зверинца в этот особенный день. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рост числа жертв оползней в Индии и взрыв на манифестации в Нигерии. Все подробности прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ужасающие новости приходят из Индии, где стремительно растет число жертв оползней, сошедших в районе Мепади округа Ваян в штате Кирала. По данным на пятницу, 2 августа, погибших уже 293 человека. Еще более 200 получили ранения в результате серии разрушительных оползней в холмистых районах. Руководство округа заявило сегодня утром, что в списке пропавших без вести не менее 240 имен, а значит количество жертв может также вырасти. Более полутора тысяч человек удалось спасти. Из оказавшегося в беде района оказать всеобъемлющую помощь раненым и родным жертв распорядился премьер Нариндромоди. Кроме того, накануне мы сообщали, что власти создали около 50 лагерей, в которых разместились более 3,5 тысяч человек, оставшихся без крова после схода оползней. Тем временем в Нигерии устанавливаются обстоятельства взрыва, унесшего жизни четырех человек и покалечившего еще 34 местных жителя. Об этом сообщает агентство Синхуа, ссылаясь на данные полиции. Инцидент произошел на северо-востоке Нигерии в штате Борно, а именно в его административном центре. Случилось это в момент, когда местные жители собрались на протест против повышения стоимости жизни в штате. Протестующая молодежь призывала правительство решить экономические проблемы, при этом свою позицию сопровождали погромами. Этот момент вызвал сомнение у властей относительно истинных мотивов молодых людей. Полиция и чиновники предположили, что в ряды протестующих проникли члены террористической группировки Боко Харам. Они и устроили взрыв. Отмечу, в минувшем году правительство Нигерии отменило субсидии на бензин и отказывалось от фиксированного курса местной валюты на фоне экономических и фискальных реформ. В июне уровень инфляции в Нигерии превысил 34%. Четыре человека погибли, еще один пропал без вести в результате крушения лодки на востоке Индонезии. ЧП с участием пассажирской лодки произошло в провинции Центральная Папуа. По данным местной полиции, на борту судна находились в общей сложности 13 человек. Лодка следовала из порта Аруана в регион Потовайбору. Также отмечается, что погода в месте крушения была плохой. По сути, лодку внезапно опрокинуло волнами среди жертв несколько работников местной компании и сотрудников службы безопасности. Восемь человек смогли спастись. Поисково-спасательные работы по поиску пропавшего без вести продолжаются. Пожизненный срок вместо смертной казни светит рейморганизатором теракта 11 сентября в США. Они признали вину в обмен на освобождение от высшей меры наказания. Как сообщает Нью-Йорк Таймс, на сделку со следствием вышли Халид Шейх Мохаммед, Валид Бин Аташ и Мустафа Аль Хавсавии. С 2006 года они находятся под стражей в тюрьме Гуантанама на Кубе. Переговоры между обвиняемыми и прокурорами длились 27 месяцев. Прежде чем подписать соглашение с обвиняемыми, американские власти направили семьям жертв теракта письма, где сообщили, что задержанные готовы признать вину по всем пунктам обвинения. Также они смогут ответить на вопросы родственников пострадавших о причинах и деталях организации теракта. Что удалось узнать сейчас? Один из обвиняемых, Халид Шейх Мохаммед, заявил, что именно он предложил угнать самолеты американских авиалиний и направить их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здания Пентагона. Для этого террорист прошел обучение. На инженера известно, что обвиняемые предстанут перед судом в 2025 году. Напомню, утром 11 сентября 2001 года четыре группы террористов захватили четыре пассажирских самолета. Два авиалайнера направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий самолет был направлен в здание Пентагона, расположенное недалеко от Вашингтона. Четвертый самолет упал в поле в штате Пенсильвания. В результате атак погибло 2977 человек. Еще 24 до сих пор числятся пропавшими без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв. Ряд европейских стран охвачен огнем. Из-за высокой температуры пожарным и спасателям не удается быстро локализовать и победительственные пожары. Пока угрозы населенным пунктам нет, но населению нескольких районов все же пришлось эвакуироваться, поскольку ситуация может измениться в любой момент. Пожарные продолжают тушить лесной пожар в Беносау в испанской провинции Аликанте. Распространение огня удалось остановить, но из-за сильного ветра ситуация остается опасной. Из Беносау и близлежащего городка Пенагила эвакуированы несколько сотен жителей. Им разрешили вернуться в свои дома, но только для того, чтобы проверить сохранность имущества и взять необходимые вещи. Фермер-птицевод Франсиско хотел остаться, но ему не разрешили. Вернувшись, он обнаружил, что часть земли выгорела, но птицы уцелели. «У меня там примерно 30 тысяч птиц. Конечно, я беспокоился, что огонь может добраться до амбара, поэтому остался. Но когда прибыли пожарные, полиция заставила меня уехать». А это Рим. Здесь сильный пожар напугал местных жителей. Он вспыхнул в районе холма Монте-Марио, подобравшись к зданию суда и центру телерадиовещания. Власти эвакуировали людей из нескольких офисных зданий и жилых домов. Очевидцы даже слышали взрывы. Известно, что сгорели несколько автомобилей. На борьбу с огнём направили 10 пожарных расчётов. «Это очень масштабный пожар. Он начался в обед и продолжался до конца дня. Я вернулась из офиса около трёх часов и увидела, что над улицей поднимаются клубы чёрного дыма. Затем разгорелся сильный огонь. Всё было очень плохо». Ранее региональное управление гражданской защиты предупреждало о высоком риске возникновения пожаров в Риме. В итальянской столице экстремальная жара. Днём температура превышает 35 градусов. Между тем, в Черногории ситуация с лесными пожарами стабилизируется. Взять их под контроль удалось после того, как ослабел ветер. Однако рядом с курортным городом Сутаморы на Адриатическом побережье пожар снова набрал силу. Пламя уже почти потушили и угрозы городу нет. К тюремному сроку приговорили жительницу Окленда, Новой Зеландии, за то, что она до смерти закормила собственного пса. За решёткой горе-хозяйка проведёт два месяца. Также она заплатит штраф в 1222 доллара. Об этом сообщает общество предотвращению жестокого обращения с животными. Пёс по кличке Нугги попал к зоозащитникам в октябре 2021 года. Его вес на тот момент превышал 53 килограмма. Собака почти не могла передвигаться, конечности прогибались и, чтобы пройти 10 метров, ей приходилось делать передышки. Кроме того, у собаки были чрезмерно отросшие когти, конъюнктивит и язвы на теле. В день хозяйка скармливала псу 10 кусков курицы и собачьи печенья. У зоозащитников пёс провёл два месяца, сбросил почти 9 кило, но пёс внезапно скончался. Вскрытие выявило у собаки осложнения, включая заболевание печени и болезнь Кушинга. Сто видов аллергии выявили 21-летние американки. К этому привело редкое системное заболевание – мастацитоз. В итоге большинство продуктов питания ей нельзя употреблять в пищу. Теперь в меню юной Джены всего 13 продуктов. Остальная еда вызывает сильные аллергические реакции. В числе разрешённых недавно оказались финики, виноград, малина и груши. Это, по словам девушки, облегчило ей жизнь. Джена также отметила, что ограничивать себя ей приходилось с детства. Лечение не приносило результатов, поэтому Герстнер ела только индейку, белую рыбу, огурцы, зелёные бобы, кабачки, лаймы, семена чия, оливковое масло и пищевые добавки, содержащие глюкозу. Российский робот побил мировой рекорд по сборке кубика Рубика. Созданный разработчиком Александром Кротовым, он потратил на эту задачу всего 0,2 секунды. Предыдущий рекорд был на счету японского робота от компании Mitsubishi Electric Corporation. Механизму из страны восходящего солнца на этой понадобилось 0,3 секунды. Отмечается, что наш соотечественник использовал для создания робота доступные компоненты, такие как моторы для автономной техники и камеры для игровых приставок. Грани, куда помещался кубик Рубика, робот анализирует за 10 миллисекунд, планирует действия за 8 миллисекунд и завершает сборку за 184 миллисекунды. Это время сравнимо с мгновением, за которое человек успевает моргнуть. Праздничный стол и подарки. В московском зоопарке отмечают день рождения панды. Она поселилась в столичном зверинце несколько лет назад и стала любимицей публики. Какие поздравления уготовили для Катюши в материале моих коллег. Большая панда Дин-Дин празднует свой седьмой день рождения в московском зоопарке. Для неё накрыли праздничный стол с самоваром и чашками. Всё сделано из её любимого бамбука. Дин-Дин приехала из Китая в Москву пять лет назад. А в прошлом году у неё родился детёныш, девочка. Назвали Катюшей. Сейчас она всё время своё уделяет непосредственно Катюше. И такая настоящая, правильная, гиперответственная мама. Характер у неё со временем не изменился. Какая она приехала требовательная такая, леди-леди. Такая она и осталась. Для Дин-Дин приготовили мешок с подарками и, конечно же, праздничный торт из фруктов и овощей. День рождения отметил и Жуи, папа Катюши. Ему исполнилось восемь лет. В честь этих двух событий в московском зоопарке проводят праздничные мероприятия. Гости могут поучаствовать в тематических экскурсиях, квестах и мастер-классах и посмотреть фильмы. Праздник продлится до 4 августа. На этом у меня всё. Ещё больше интересных новостей в YouTube и Telegram каналах нашей программы. Ну а с вами был Дмитрий Белькевич. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова